Меня зовут Кобылинская Ярина Владимировна. Я работаю в школе Кастанди с 1992 года. Боже мой, очень много. А школа Кастанди это общеобразовательная школа? Тогда она была художественной школой номер один. Общеобразовательный аспект у нас добавился с 1998 года. Нам городские власти выделили помещение, которое у нас до этого не было никогда. Мы занимали второй этаж над училищем Грекова. То есть в чем-то она похожа на школу Столярского? В чем-то похожа на музыка и общеобразовательная. Да, без спальных койко-мест. А здесь получается обучение этому мастерству искусству. А общеобразовательная составляющая? Да, обязательно с утра. И детки учатся вот так же 11 лет? Да, 11 лет, да. Считается, что наша школа чем-то, наверное, славится более бережным отношением к личности ребенка. Нежели обычная общеобразовательная школа, может быть, за счет комплектности классов. А сколько детей у нас? У нас в школе, в классе до 20 детей. Ну, от 10 до 20, да. Замечательно. Да. И за 11 лет можно вообще действительно из ребенка вылепить замечательного художника, да? Ну, это зависит от желания ребенка, очень сильно, да, от мотивации, да. Есть много детей, которые, ну, сейчас уже, можно сказать, недавно закончили школу. Кто-то преподает в нашей же школе, выпускники школы, кто-то преподает за границей уже. А путь, в общем-то, ваша школа, потом Грековка, да? Ну, не всегда может быть Грековка. Это может быть Строительная Академия Архитектура, Киевская Академия Искусств. Наш худограф родной, который вырастил не одно поколение художников. Нет, не просто это решили. Что сегодня происходит? Что сегодня? Сегодня мы пришли на праздничный пленэр в Одесский дворик, в типичный Одесский дворик. Хорошие одесские дети пришли на сиреневый пленэр, но, к сожалению, в этом году у нас очень быстро наступила весна, после холодной зимы сирень уже отцвела. И поскольку сиреневый пленэр, то мы рисуем двор с розовой акацией. Ну, поскольку памятник Кастанди находится под красивым пустом розовой акации, а мы, как бы, дети со школы Кастанди, то связь очевидна. Как продолжительность этого пленэра? Она как-то запланирована, что мы будем здесь столько-то часов, и в конце концов мы получим... какой-то результат определенный. Но ребята старшего возраста, седьмой класс, они уже достаточно серьезно знакомы с техникой акварели. И акварельные наброски Одесского двора, они делают достаточно быстренько. Я думаю, что у них получится за час, там, два, три, четыре наброска. Вот, без карандаша. А малыши еще очень любят детализацию, так что за это время я рассчитываю на карандашный набросок один. Вот, у каждого ученика третьего класса. Ну, я думаю, час. Час, потому что детское внимание, ну, у нас детки тут разного возраста. Ну, в основном на академический час рассчитываю. Спасибо большое.